МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Пожалуй, только с появлением социальных сетей стали понятны истинные масштабы бытовой жестокости, повседневного насилия и абсолютной безнаказанности, которые процветают в современном обществе. Бьют, издеваются и унижают. Сопливые школьницы и необремененные разумом вполне взрослые люди. Озверевшие мамаши, никого не стесняясь, калашматят своих малышей. Несовершеннолетние подонки забивают насмерть бомжей. Тут уж по сравнению с современными нравами казарма 90-х годов с ее дедовщиной и с сержантскими приколами покажутся образцом толерантности. Что происходит с нашим обществом, с нашими гражданами и их душами? Давайте попробуем разобраться. Сегодня в нашей программе вы увидите... Как дети становятся жертвой школьной травли. Сделай медленно, потихоньку, садись. Все, иди. Я не хочу умирать! Почему модно снимать пытки на видео? А сейчас появились некоторые дети, которые кроме этого ничего не умеют делать. То есть они так самовыражаются. Какая судьба ждет тех, над кем издевались в школе? Либо человека сломают в хлам, либо из человека сделают насильника. Вариантов всего два. И как они наказывают своих обидчиков? Начало сентября. В школах праздничное настроение. Ученики, даже самые нерадивые, за лето успели соскучиться друг по другу и спешат в классы. Так было и в тот день, 5 сентября 2017 года. Нападение на школу в подмосковной Ивантеевке устроил ученик 9 класса. Миша Пивнев давно обещал нечто подобное одноклассникам. Правда, планировал сделать это в конце года. Но передумал и не стал откладывать свою месть. Эти кадры сняла Татьяна Меледина, профессиональный оператор. В тот момент она была в классе по соседству, готовила праздничный фильм. А получились шокирующие кадры, которые в тот же вечер облетели все телеканалы. Мы услышали взрыв. И потом нечеловеческие визги, крики. Сначала у меня была первая мысль, это какой-то реактив в химии. Но когда второй раз, потом третий раз практически подряд, а потом вот этот вопль, я ждал этого три года, вот тут я испугалась по-настоящему. Потому что вопль не был похож на крик мальчика. Мальчика. Я даже не могла подумать, что это ребенок. Такой густой голос, бас такой даже. Я думала, что это мужик какой-то, террорист. Татьяна выбежала в коридор. Там царила паника. Кто-то схватил ее за руку и с силой затащил в открытую дверь. Меня поймал учитель физкультуры, который проводил урок в первом классе. Он говорит, не надо туда ходить, и заволок меня за руку в класс. И закрыл класс, чтобы никто к нам не попал, там, в заложники или еще что-то. Вот. Стали звонить в МЧС, в охрану. Я опять-то стала продолжать снимать. Ну, естественно, мысль еще такая нехорошая промелькнула, что если, допустим, мы тут все погибнем, хоть потом восстановят флешку. Хоть посмотрят, что здесь было. А в это время в нескольких метрах от них разворачивалась жуткая трагедия. Подросток бросал взрыв пакеты. Рядом истекала кровью учительница, которую он ударил по голове кухонным топориком и выстрелил ей в лицо из пневматического ружья. Дети в ужасе пытались бежать. Выйти из кабинета смогли не все. Некоторые искали спасения, прыгая в окно. Пострадавших нет? Есть. Рассказывают, что при задержании Миша Пивнев улыбнулся, словно осуществил давнюю мечту. Мы знаем, что он должен это сделать, но он вроде как должен был это делать в конце учебного года. Он хотел, чтобы вместо школы было кладбище. На странице Михаила в социальной сети в основном посты об оружии. А недавно он изменил свое имя на псевдоним. Майк Клиббалд. Судя по всему, он подражал Дилану Килбалду. Американский подросток и его друг Эрик Харрис устроили бойню в школе Колумбайн в апреле 1999 года. 13 человек убиты, 23 ранены. Одна из причин произошедшего – конфликт убийц со сверстниками. «Удалите мою жизнь» 5-го, 09-го, 2017-го. Этот статус на странице Ивантеевского стрелка был в день нападения. Есть мнение, что он, так же, как и его кумиры, намеревался покончить с собой, но либо не успел, либо испугался. Он не зашел до конца, потому что это все-таки убить себя или все-таки не так просто. И, слава богу, у него оружие было ненарезное, а пневматическое, как бы, никого не убил. А еще подросток предупредил тех, кто, по его мнению, должен был выжить в кровавой бойне. Перед тем, как войти в здание, Миша позвонил сестре и велел срочно уходить. Девочка и ее подруга убежали. И только после этого Миша зашел в школу, которую он ненавидел всей душой. Одноклассники его не любили. Говорят, даже травили. Есть информация, что пару раз школьнику даже сломали очки. Миша переживал, обращался к школьному психологу. Его даже направляли к психиатру. Он ни с кем не мог разделить свои переживания, но он ни с кем не мог как-то по-другому переосмыслить то, что происходит. Он был один, и он действовал как такой классический одиночка из боевика. Пошел и сам разобрался. Как далеко зашел школьный конфликт, сейчас уже никто не скажет. Известно лишь, что учительница, на которую напал Бивнев, делала ему замечания по поводу внешнего вида. Не нравилось, что подросток мог прийти на уроки в одежде в стиле милитари и берцах. Мне кажется, это не является поводом, чтобы расстреливать в школе товарища, учителя. Что-то там бы другое было. Проблема в том, что у нас в школах любят замалочивать эти проблемы. Сейчас вот и следствие развернется, может, там что-то совсем другое было. Если за три года что-то случилось такое, что он затаил, а любой человек, как-то даже из велики говорю, вместе подается холодной, то здесь, как вы, то же самое. Утешение подросток находил в странном развлечении. Он фотографировался и записывал видео с оружием. То есть вот эта агрессия, которая сидела внутри этого человека, она просто вылилась вовне. Если бы она вылилась вовнутрь него, это было бы самообъяснение. У Миши Пивнева был расстрельный список, который он всегда держал при себе. В нем, кроме нескольких одноклассников, значился и его отец. Почему? Стало понятно уже во время первого допроса родителей. В какой-то момент мужчина спокойно посмотрел на часы и сказал, на время обеда мне пора. И ушел. Он был обижен, обижен был зря, никто ему не помог. Он остался сам наедине с собой, с этим чувством. И теперь оно растет и растет и растет. И, естественно, оно куда-то выплескивается. Это, знаете, как брать бутылку какой-нибудь газированной воды и потихонечку ее начать трясти. Ты ее трясешь, и в какой-то момент она взорвется. Вот что происходит внутри с чувствами человека, которого травят, но которому не помогают с этим справиться. Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Пожалуй, только с появлением социальных сетей стали понятны истинные масштабы бытовой жестокости, повседневного насилия и абсолютной безнаказанности, которые процветают в современном обществе. Бьют, издеваются и унижают. Сопливые школьницы и не обремененные разумом вполне взрослые люди. Озверевшие мамаши, никого не стесняясь, калашматят своих малышей. Несовершеннолетние подонки забивают насмерть бомжей. Тут уж по сравнению с современными нравами казарма 90-х годов с ее дедовщиной сержант. В этом возрасте такие серьезные социальные сдерживающие факторы. Мы можем даже не осознавать последствия наших поступков. Биологи пришли к шокирующему выводу. Наша Земля становится настоящим пристанищем монстров. Долгое время считалось, что неведомые чудовища являются реликтовыми существами, дожившими до наших дней. Однако сегодня ученые считают, все намного страшнее. Наша планета сама рождает чудовища, воплощая самые невероятные и шокирующие мутации. Для тех, кто ищет ответы на вопрос, что ждет нашу планету в будущем, наша новая книга «Новые угрозы 21 века». В ней новые факты, неизвестные ранее документы, сенсационные находки исследователей, прогнозы ученых, которые пока не вписываются в привычные представления об окружающем мире. Зачем школьники травят ровесников? А сейчас появились некоторые дети, которые кроме этого ничего не умеют делать. То есть они так самовыражаются. Почему учителя встают на сторону агрессора? Зачем ты был у стоматолога? Туда, куда ты поедешь, тебе зубы не понадобятся. В нашей стране таких историй пока немного. В 2014 году школьник в Москве убил учителя и полицейского, который приехал на вызов. Согласно одной из версий, у парня были непростые отношения с одноклассниками, а с преподавателем незадолго до трагедии случился конфликт. А спустя несколько месяцев жуткий случай произошел в элитной гимназии Томска. 16-летний парень пришел с пневматическим пистолетом и открыл стрельбу по детям и учителям. Стрелком оказался бывший ученик этой школы, которого родители перевели в другую из-за травли. Да, жертвам травли может быть опасным. Но это все-таки исключение, говорит Дарья Невская. Чаще всего жертвы травли запуганные, затравленные дети, над которыми ежедневно издеваются сверстники или взрослые. Они не знают, где искать спасение. Именно для них Дарья Невская создала уникальный интернет-проект, полностью посвященный моббингу и буллингу в школе, в детском саду, на работе или в киберпространстве. Здесь можно получить бесплатную консультацию и пообщаться со специалистами-психологами. Когда-то в роли жертвы травли Дарья Невская побывала сама. Она преподавала в ВУЗе, когда коллеги устроили ей психологический террор и просто выжили с работы. Дарья стала собирать статистику, и результат ужаснул. Чаще всего моббингу люди подвергаются именно в подростковом, школьном возрасте. Это природа толпы, это природа группы, которая очень часто обретает сплочение или сплоченность, только когда объединяется против кого-то. То есть такую группу сейчас принято называть деструктивной. Она находит врага вовне или внутри своего организма, в себе, и выводит этого врага в качестве козла отпущения и приносит его в жертву. Либо находит этого врага вовне и тем самым обеспечивает себе сплоченность. А лидеры этой группы, они обеспечивают себе сохранение авторитета. Психологи сравнивают моббинг с тюремными порядками. Есть своеобразный лидер, его прихвостни, те, кто боятся агрессора и предпочитают прислуживать ему. Есть молчаливые наблюдатели и, собственно, сами жертвы. Те же самые воровские сообщества, где распространена процедура прописки. Что такое прописка? Это когда вам дают погоняло или кличку соответствующую. Это когда определяют ваше место в камере. Подростку тоже, прежде всего, обязательно дадут унизительное прозвище. Обязательно определят его место в школьном классе. Ему не дадут сидеть, где он хочет. Могут ему определить какое-то очень непрестижное место. Или второй вариант, его могут просто постоянно сгонять. Делать так, что у него никогда не будет всего места. У кого больше всего шансов стать изгоем в классе? На этот вопрос специалисты однозначного ответа не находят. Если нет слишком худого или толстого, найдется очкарик. Никто не носит очки, будут цепляться к одежде. Слушает не ту музыку, читает не те книги, слишком талантлив или наоборот. Ничем не примечателен. Национальность, разрез глаз, да все что угодно. А сейчас появились некоторые дети, которые кроме этого ничего не умеют делать. То есть они так самовыражаются. Вот что ужасно. Одна там мучает кошек, другой снимает какие-то непотребства, третий там травит своего одноклассника и как будто питается вот этой вот энергией, которая исходит из страдающего человека. И все это умноженное на различные одобрения, поддержку таких же дегенератов. То есть человек получает еще и некое такое социальное одобрение от таких же, как он, по сути уродов. И это умножится таким образом. Кто-то скажет, школьные конфликты были всегда. Ссорились, дрались. Были любимчики и изгои. Были явные хулиганы и тихони. Но ведь согласитесь, существовали и правила. Драка до первой крови. Лежачего не бьют. Упал. Расходимся. Сегодня же могут происходить вещи просто ужасающие. Сегодня гораздо доступнее, например, холодное оружие. Нож можно купить совершенно любой, например. Доступны средства самообороны, которые можно использовать во зло. И поводом для моббинга может стать что угодно. Рядовой инцидент, такой как школьная потасовка, перерастает в травлю с трагическими последствиями. Вот и Владишка. Солнышко, мой. Что же ты тут творишь? В 2016 году жительница Белоруссии Татьяна Короленко похоронила своего единственного ребенка. Владу было всего 15. Он покончил с собой. Веселый, общительный, такой же, как сотни других мальчишек. Влад Зеленый вместе с мамой и отчимом переехал из Минска в Барановичи. Но отношения в новой школе не сложились. Ты минчанин, дразнили Влада дети. И бывшего столичного жителя принимать в свой круг не хотели. Я замечала где-то рваные вещи, скажем так, испорченные. Вот где, ну где-то на улице, где-то подрался. Ну понимаете, все дети. Чаще всего сын упоминал одного и того же мальчика. Такие есть почти в каждом классе. Главный задира и заводила. Влад Зеленый, боксер, победитель турниров, легко бы поставил обидчика на место. Но боялся его, как и все остальные дети. Еще бы. Мама Задиры, следователь. Так он, Влад говорит, бабушка, ты знаешь, говорит, кто это у него мама? Он же постоянно ходит в классе пальцем, веером, ты знаешь, кто моя мама? Словесными перепалками и подножками дело не ограничилось. Влад все-таки сцепился с обидчиком на перемене. И может, эта история так бы и осталась незамеченной. Но в драке у противника Влада был сломан нос. Татьяна позвонила маме пострадавшего ребенка. Скажите, я говорю, чем мы можем вам помочь? Там, может, какая-то помощь нужна с нашей стороны? На что мама сказала Татьяне Михайловне, мы, конечно, я понимаю, что это дети. То есть, заявления я писать в милицию не буду, дальнейших разбирательств никаких не будет. То есть, конфликт, я считала, что регулирован. После драки и сами парни стали нормально общаться. Влада прекратили задирать дети, словно убедились, что он может постоять за себя. Но это не остановило, скажем, школьную администрацию. И далее они проводили внутренние расследования, потому что мальчик все-таки мамин сын в погонах. Директор Михаил Дорошенко говорит, администрация действительно проводила внутренние расследования. Таковы правила, ведь конфликт произошел на территории школы. Ребенок, которому сломали нос, лежал в больнице. Ему делалась хирургическая операция по исправлению носа. Естественно, школа не могла остаться в стороне. Были опрошены дети. Были разобрана ситуация, обстоятельства произошедшей, потасовки. После того, как мальчика выписали из больницы, состоялся совет профилактики, на котором эта драка, эта потасовка была рассмотрена. Подобные ЧП в белорусских школах рассматриваются на советах профилактики. Туда приглашается администрация учебного заведения и стороны конфликта. Но Татьяна Короленко уверяет, все смахивало больше на публичную корку, нежели обсуждение. А еще, как на грех, накануне Влад пропустил уроки. Директор спросил у Владислава, где ты находился в пятницу, почему ты отсутствовал в школе. Владик говорит, что я был у стоматолога. Зачем ты был у стоматолога? Туда, куда ты поедешь, тебе зубы не понадобятся. Мама уверена, это был намек на то, что Влада ждет колония. Ребенок испугался не на шутку. Сегодня женщина корит себя за то, что не смогла вступиться за него. Мешало чувство вины, ведь это ее сын сломал нос другому школьнику. Что тут скажешь? А что у тебя происходит в школе? Почему тебя в классе все ненавидят? Почему тебя гнобят? Это опять же все слова директора. Мы тебе такую характеристику дадим, что тебя ни в одно учебное заведение больше не примут. Это было 22 декабря. В классах уже царила предновогодняя суета. Влад был как-то необычайно активен, даже весел. Шутил с парнями, ухаживал за девчонками, хорошо отвечал на уроках. На перемене он самостоятельно пошел, нашел где-то рабочих, нашел отвертку, пришел в кабинет информатики и учительница без всяких на то ее просьб взял, подкрутил несколько болтов на стульях. Она сказала огромное спасибо Владу. Она была просто шокирована, тем более, что раньше никогда такого за Владом не наблюдалось. Влад словно тянул время. Он отсидел все уроки, попрощался за руку со всеми своими одноклассниками, а потом еще немного постоял на крыльце в одиночестве и пешком пошел домой. Татьяна суетилась на кухне, когда сын потихоньку проскользнул в ванную и притих. На крики Влад не отзывался. Пришлось вышибать дверь. Вот здесь он повесил ремешок. Ноги были протянуты у него под ванную и до плитки сантиметров десять недоставал, висел. У него была возможность все-таки передумать, я так понимаю, но он себя давил до последнего. А теперь внимание! 6 ноября впервые на нашем канале «Русские булки». Программа «Провокация», в которой мы покажем, что такое русский человек за границей, который готов простить дурака, но может и в морду дать, если наглецы распоясались. Приведем невероятные факты подготовки советского лидера Хрущева к торжественной встрече с посланцами иных планет. А ближе к полуночи поговорим о запретном. В романтическом путешествии в мир русских эротических традиций расскажем о любви времен древней гипербореи. А еще вспомним о том, как сто лет назад русский креативный класс на собственную же голову взорвал вековые устои тысячелетней России, погрузив ее в горький дурман сексуальных экспериментов. В результате подобном Маргарите на балу у Воланда не чувствуя своей ноготы страна оказалась впереди планеты всей не только в поисках коммунизма, но и в вечной манящей, как счастье трудящихся таинственной точке G. Внимание! Будет викторина победителя ждет путешествие в загадочной Аркаим. Итак, 6 ноября премьера проекта провокации «Русские булки». Понравится так, что за уши не оттянешь. Кто становится жертвой школьной травли? Жертва не может быть сама виновата. Да? Не то, что я даю ответ иногда, время от времени, случайно. Жертва не может быть виновата. Как ребенок может справиться с обидчиками? Мало того, сняли на камеру, они сделали ролик с музыкой. Они написали вначале, как бьют в нехороших словах модель, и в конце написали «Никогда не быть ей моделью». А я стала моделью. Целый час Влада пытались откачать врачи, но безуспешно. Уже потом Татьяна в ужасе анализировала все, что происходило в последние дни. Влад действительно панически боялся колонии, но верил в то, что ему не избежать этой участи. Не советуясь ни с кем, он даже подстригся на лосы. Что готовишься, шутили над ним в школе. А накануне совета профилактики у него был и еще один серьезный разговор с мамой того самого мальчика, которому он сломал нос. С глазу на глаз перепуганного ребенка одного вывели из класса и намекнули. Сейчас историю замяли, но ход могут дать в любой момент. Все-таки я добилась у следователя, чтобы он неочную ставку с нею это сделал. Какое вы имели право без присутствия родителей или классного руководителя или психолога с ним беседовать? Она у меня юридическое образование. Я говорю, вы что, инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы вы туда пошли? Я говорю, как вы с ним разговаривали? Как с зэком? В школе отрицают, что мальчика запугивали. Говорят, причина трагедии конфликты в семье, где мама якобы выпивает. С отчимом отношения не складываются. Татьяна признает, Влад действительно больше свободного времени проводил у бабушки с дедушкой за городом, а в Баранович, особенно в школу, всегда возвращался неохотно. Что касается Совета профилактики, то на нем, говорит директор школы, детям просто объяснили, чем грозит подобное происшествие по белорусским законам. Владу, в том числе и в ходе разбирательства на Совете профилактики, было четко объяснено о том, какие последствия имело бы это событие, если бы родители потерпевшего обратились в милицию. Могла бы последовать и применение мер вплоть до направления в спецшколу. Изначально уголовное дело завели по статье «Доведение до самоубийства», но до суда оно так и не дошло. Уже после смерти Влада Татьяна Короленко получила странное письмо от анонима. В нем были вот эти фотографии. На них ее мальчика, привязанного к дереву, избивают. Неизвестный написал лишь несколько строк. Может, это поможет разобраться в истинных причинах гибели Влада. Но снимки к делу даже не приобщили. Семья Влада собирается идти дальше и обжаловать решение. Вот все в душе переносил и видно вот именно как психолог сказала, что, говорит, когда пришла эта следователь, она сломала ему психику. Совет учителей, говорит, его добили. Ужас в том, что рано или поздно жертва травли начинает думать, что с ним действительно что-то не так. Он не такой, неправильный, ненужный. Тем более в спину ему буквально кричат. Он сам виноват. Жертва не может быть сама виновата. Не то, что я даю ответ иногда, время от времени, случайно. Жертва, тем более, что мы используем это слово очень-очень сильное, не может быть виновата. Когда я один, все то, нет в фарисействе, и против меня толпа, толпа стоящая из двух, из трех, из десяти, из двадцати, и кто-то говорит о том, что он сам виноват, тот, кто это говорит, принимает участие в травле и в буллинге. Абсолютно точно. Педагог Дима Зицер хорошо знает, что испытывает ребенок, когда оказывается один на один с толпой. Он и сегодня помнит свои собственные детские ощущения. Тогда он перешел из обычной школы в элитную физико-математическую. Не об этом ли мечтал любой советский школьник? Но новенького класс не взлюбил. Я выхожу из школы, выходит толпа, говорит, пользуясь, так сказать, обсценной лексикой отчасти, имея в виду, эй, иди сюда, они имеют в виду, да? Ну все, бежать некуда. Дальше я оказываюсь в кругу, дальше меня пинают туда-сюда, пятый-десятый, пока я не дохожу до состояния совершенно полного уже дезориентации и так далее. Почему? По кочану. Ну и несколько раз меня довольно серьезно били, конечно. Сегодня Дима Зицер сам директор школы. Родителям, чьи дети стали объектами травли, он дает такой совет идти и разбираться с директором школы, учителями, завучими, родителями. Не помогает двигаться дальше в управление образования, профильное министерство, а если надо, и в полицию, в конце концов. Но тут, добавляют другие эксперты, важно не упускать из виду, что происходит с ребенком, пока взрослые разбираются между собой. Родители ведут такую работу, а в это время дети продолжают учиться в классе и находятся среди крокодилов. То есть, они находятся в аду. Сколько длится эта переписка и обсуждение ситуации с учителем, с директором школы. Может пройти целый учебный семестр, и ничего не изменится. А ребенок травмируется все глубже и глубже. И вот здесь встает вопрос, а может быть, если ситуация сильно запущена, надо забирать, изымать ребенка из этой токсичной среды. Изъять ребенка из токсичной среды, то есть полностью защитить от нападок. Но не всегда это реально. Бывает такое, что от насмешек и оскорблений не спрятаться нигде. Эту девушку зовут Аманда Дотт. Обычная школьница из Канады. Ей было 15 лет, когда она записала это видео. В седьмом классе я хотела общаться через веб-камеру с друзьями, знакомиться и болтать с новыми людьми. Один из новых приятелей Аманды, некто Айдин, был особенно общителен. Делал много комплиментов тогда еще 13-летней девочке. Расспрашивал о школе семье. Он окончательно запудрил школьнице мозги и однажды уговорил ее показаться перед камерой без майки. И она согласилась. С этого самого момента извращенец превратил жизнь 13-летней девочки в ад. Он отыскал ее профиль в соцсети и начал угрожать. Он сказал, если ты не устроишь шоу для меня, я разошлю твою грудь всем. В Рождество фото обнаженной Аманды было разослано всем ученикам и учителям ее школы. Ее стали травить. Никто не хотел общаться с опозоренной на весь город школьницей. Депрессия, панические атаки. Аманда сменила школу. Но Айдин снова нашел ее и все повторилось. Ее новые одноклассники словно стая собак. Они набросились на Аманду. Однажды ее жестоко избили. Отец нашел ее лежащей в канаве без сознания. В тот день Аманда напилась дома отбеливателя. Но врачи смогли вернуть ее к жизни. Я плакала каждую ночь. Потеряла всех друзей и уважение, которое люди испытывали ко мне. Снова. Никто меня не любил. Очерняли и рассуждали. Семья Аманды несколько раз меняла школу и даже города. Но скрыться от интернет-маньяка не могла. Вскоре травлю против нее уже вела огромная толпа. Размещали в соцсети язвительные комментарии. Одни предлагали попробовать новые марки отбеливателей. Другие писали давай уже не разочаруй нас умри хоть на этот раз. У меня никого нет. Мне нужен хоть кто-нибудь. Меня зовут Аманда тот. Выложив в сеть это видео Аманда покончила с собой. Соцсеть чем отличается от реальной жизни? Тем, что в реальной жизни ты дверь закрыл и тебя не травят. Ты дома, ты спрятан, ты в безопасности. Из социальной сети ты выходишь со своей странички, она остается там доступной для всех. То есть тебя по сути продолжают травить 24 часа в сутки. И в какой-то момент ты понимаешь, что твои друзья на это смотрят. И люди узнают. Кажется, что все начинают в это верить. И я начинаю в это верить. Интернет-маньяка, который довел девочку до самоубийства, нашли. Им оказался бывший сотрудник социальной сети 30-летний педофил Айдин Кобейн. И Аманда была не единственной жертвой его шантажа. Под видом подростков он вел переписку с десятками детей и девочек и мальчиков, а потом преследовал. Таких психически нездоровых людей в сети немало. И чаще всего их жертвами становятся подростки, которые слишком доверчивы и наивны, чтобы сразу распознать дьявола по ту сторону монитора. С кибербуллингом и кибермоббингом справиться сложнее всего. Если ребенка бьют в школе или на улице, то есть шанс, что хоть кто-то заступится. В интернете этого не видят никто и одновременно видят сотни, иногда тысячи. На языке сети это называется троллинг. Для некоторых это целый бизнес. Услугу можно купить. И чаще всего именно подростки тратят карманные деньги на то, чтобы поиздеваться над мальчиком во дворе или девочкой из параллельного класса. Тут Вася с вами ходит в школу. Вы можете сделать так, что он завтра не придет, потому что он будет плакать. И многие люди за это готовы поплатить. Если вы хотите человека затроллить и у вас нет необходимого количества фейковых профилей, а их на самом деле, поскольку сейчас привязано создание профиля к сим-карте, то на самом деле 100 или 200 фейков вы вряд ли создадите. А с помощью вот этой биржи комментариев вы можете человек просто растоптать в сети. Для тех, кто по этой теме ищет более подробную информацию, мы выпустили специальное книжное приложение к программе «Военная тайна». Новая книга называется «Войны прошлого и будущего». Это результат труда большого количества авторов нашей программы. В ней малоизвестные факты, эксклюзивные документы и воспоминания участников и очевидцев великой и драматической истории 20 века. Какая судьба ждет тех, над кем издевались в школе? Либо человека сломают в хлам, либо человека сделают насильника. Вариантов всего два. Как распознать в учителе садиста и психопата? Ну, ты же понимаешь, что ты-то после 9-го уйдешь, а мне-то еще здесь работать? Алина, на этом видео подмосковные подростки избивают сверстника. Якобы парень обидел девушку одного из своих мучителей. И тот решил разобраться с ним не с глазу на глаз, как подобает мужчинам, а вот так. А это Ярославская область. Девушки и парни издеваются над одноклассницей. Ее бьют, заставляют слизывать грязь с ног, а потом раздевают догола и приказывают танцевать. А этой девочке приходится буквально молить о пощаде. Ее решили повесить. В последний момент садистки все-таки отпустили свою жертву, отобрав все деньги. И эти ролики в интернете набирают сотни, тысячи, миллионы просмотров. подростки сами выставляют свои подвиги на суд зрителям и самое страшное получают одобрение. Есть вот из-за этой сети наверное какое-то такое ощущение безличности и анонимности. То есть я выложил, но как бы это не я, это же все потом показывает компьютер, а я вообще ни при чем. Или если я лайкнул, то я тоже ни при чем. Я посмотрел, но я не участвую. А на самом деле это то же самое, что рядом смотреть, как избивают человека. По большому счету это вот такое же пассивное наблюдение травли. В общем вот это видео, видно, что она меня за волосы таскает. Она меня схватила за волосы и повалила на пол. И дальше вы видели, что за волосы таскает, и я не могла подняться. Когда я смогла подняться, она уже стала уходить. Влада Никитина уже 7 лет живет в Нью-Йорке. Она успешная и востребованная модель. Но именно выбор этой профессии когда-то сыграл с ней злую шутку. Влада тогда жила в Ульяновске. В 14 лет решила попробовать свои силы и пришла в модельное агентство. Ее сразу заметили. Сначала были показы в своем городе, потом в соседних, а вскоре ее пригласили в Москву на неделю моды. С этого момента ее приятельниц в школе словно подменили. Меня начали задевать, что зачем ты задираешь нос, ты же не такая крутая. Ну, в общем, начали разные обидные вещи говорить, хотя я не могу не могла знаметить, что что-то происходило не так. Я какая была, такая осталась. Просто ездила в Москву работать. К Владе цеплялись по любому поводу. Не так прошла, не так посмотрела. А однажды она встретила одну из обидчиц у двери класса. Она говорит, у вас уроки не здесь. Я ей говорю, уроки у вас не здесь. На что она мне отвечает в грубой форме, что иди подальше. И начала меня обзывать. Естественно, я тоже молчать не стала. Далее я повернулась, ушла, она схватила меня за волосы и повалила на пол. Вот и все. Один из зубов шатался, губа была разбита, на лице синяки, вырваны пряди волос. А через два дня Владу ждали в Москве на показе мод. Это была катастрофа. Мне старались лицо испортить. Были синяки, мне все заделывали мейкапом. Я выходила с мурашками по коже, потому что я до последнего не думала, что все-таки все получится, что меня возьмут с разбитой губой и с синяками. Но Владу заметили и пригласили работать с крупным домом моды. Зарубежным дизайнерам понравилась ее нетипичная для модели внешность, очень теплый взгляд, мягкие черты лица, которые не испортили даже побои. Через месяц, когда приехала с Москвы, узнала, что все это сняли на камеру, мало того, сняли на камеру, они сделали ролик с музыкой. Они написали вначале, как бьют в нехороших словах модель, и в конце написали, никогда не быть ей моделью. А я стала моделью. Смотрите. Вскоре Владу пригласили в Нью-Йорк, но в любой карьере бывают взлеты и падения. Если не приглашали на показы, работала официанткой, лишь бы не возвращаться в Ульяновск, где бы она вновь оказалась рядом с теми самыми людьми. Ее школьная история отчасти помогла ей в жизни, по крайней мере закалила. Кто-то спросит, а где во всех этих историях учителя? Почему они молча смотрели на происходящее, не вмешивались, не останавливали? Эксперты уверены, чаще всего педагоги просто не хотят этого делать, а если и хотят, то не умеют. Дать отпор агрессивному учителю рискнет не каждый. Все конфликты спускают на тормозах. Терпят дети, терпят родители. класс за классом, поколение за поколением. Есть же на самом деле в этой странной системе координат, да, полутюремный, и такая теория, да, над ним поиздеваются, он привыкнет и, так сказать, да, научится жить, в кавычках. Но ничего более ужасного я не слышал на самом деле, потому что либо человека сломают в хлам, либо человека сделают насильника. Варианта всего два. Эту девушку зовут Ирина Федорова. После брака она сменила фамилию, а потом выбрала для себя и другое имя. Сегодня она просит называть себя Ангела и признается, что мечтает навсегда стереть из памяти свои школьные годы. Я вышла то есть как бы из школы я вышла запуганным, затюканным, неуверенным в себе человеком. Я вышла неподготовленной ко взрослой жизни совсем. Это на очень много лет убило во мне какую-либо инициативу. То есть я всегда практически до сих пор боюсь закрытых кабинетов. Я не могу сдать на права, потому что я боюсь опаздывать. Если я задержалась, у меня пробка, для меня это просто невыносимый стресс. Я до сих пор панически боюсь экзаменов. То есть для меня экзамены это всегда просто после этого было ужасно. Сегодня Ангела счастливая жена и мама двоих прекрасных детей. Она популярный блогер, востребованная фотограф и модель. А еще совсем недавно эта девушка выглядела вот так. Столь эпатажные образы были попыткой найти себя, научиться жить и не бояться своего прошлого. Все началось, когда Ангела перешла из начальной школы в среднюю. Она подружилась с классным руководителем. Часто оставалась после уроков, чтобы посекретничать. Ангела рассказывала ей все и однажды призналась, что ей нравится один мальчик. Мне казалось, что у меня появился друг, который меня понимает. Пока на первом родительском собрании она не сдала всю эту информацию моей маме. Ваша дочь встала на кривую дорожку. Ее ждет плохое будущее. Это порочный круг. Так все преподнесли маме. Но вопреки ожиданиям педагога, женщина приняла сторону своего ребенка. ангелы произошел вот этот слив информации, мой классный руководитель попыталась прояснить коммуникацию и сказать, что вы же не будете рассказывать своей дочери об этом. Говорит, нет, конечно же, я обязательно ей все расскажу. Она должна знать, с кем она имеет дело. Вскоре дети в классе стали сторониться Ангелы. Это не был бойкот в чистом виде. ребята прямо признавались, что хотели бы общаться с ней, но боялись, что и с ними учитель поступит так же. Против Ангела сыграло и то, что она рано созрела. Почему шалава-то? Потому что у меня выросла грудь, у меня появилась талия, я стала похожа на девушку. И, естественно, на меня обращали внимание. Вскоре к травле подключились директор школы и завуч. Это при том, что девочка была крепким хорошистом, а по немецкому языку, который был профилирующим и вовсе лучшей ученицей. Но ей легко показали, этот ее успех ничего не стоит. Когда идет экзамен, особенно по немецкому, я сюда иду первой. Потому что мне, ну, я готовилась к экзамену, я чувствую себя уверенно, мне лучше пойти и успокоиться, чем я буду сидеть. Я два часа сидела под дверью, пока принимала директора, потому что она захотела мне принять естественно последний. Возможно, она не хотела, чтобы были свидетели. Возможно, она не хотела чтобы я сдала. Каждую минуту ее перебивали дополнительными вопросами. Ученица с треском провалила экзамен. Это был настоящий удар для нее. Приближался конец года, а оценки становились все хуже. Ее никогда не вызывали к доске, когда она поднимала руку и наоборот, всегда спрашивали в самый неподходящий момент, когда она отвлекалась. Она молчала, терпела, боялась. И в конце концов сломалась. Я к концу девятого класса была доведена до такого состояния, что я вынуждена была как-то вот прийти в себя. Мне написали освобождение. У меня начался сахарный диабет на гормональном фоне. Я не вылезала из больницы, и мне написали освобождение от выпускных экзаменов. А когда Ангела посмотрела в свой школьный аттестат, она разрыдалась. Почти все оценки были занижены, но самое главное ее конек, немецкий язык. В этой строчке красовалась такая обидная четверка. Ангела позвонила учительнице, и та призналась. Ну, ты же понимаешь, что ты-то после девятого уйдешь, а мне-то еще здесь работать. И эта фраза, она просто расставила все по местам. С таким аттестатом в школе с немецким уклоном делать было нечего. Родители перевели девочку в другое. Ангела вспоминает, какой шок испытала, когда ее впервые похвалили. Ведь все предыдущие годы ее убеждали в обратном. Учителя нервные, раздраженные, замотанные. И они находят того мальчика для битья, или ту девочку для битья, и начинают вот свой негатив на этого ребенка изливать. Самое печальное, что они делают это публично, привлекая внимание всего остального класса. Почему сегодня травля принимает масштаб эпидемии? Что это мода, попытка извлечь выгоду, или просто неумение жить иначе? Это сумасшедшее упрощение отношений. Это почти низведение отношений на уровень таких инстинктов, если хотите, ну или рефлексов. Аманда тот в своем прощальном ролике призналась, она не может вернуть обратно свое фото, которое отправила по наивности. Но общество не простило ей этой ошибки. Мама Влада Зеленого уже собиралась переводить сына в другую школу, но не успела совсем чуть-чуть. Ивантеевский стрелок, который, как сейчас выясняется по большому счету, не был никому нужен, в зале суда плакал, как маленький ребенок, и просил прощения. Эти и сотни других детей оказались в настоящем аду, где их не слышали, не понимали, не видели их страхов, давили и ломали. Так было проще окружающим. Зачем разбираться, если можно разделить на хороших и плохих, послушных и нет, правильных и неправильных. Никаких оттенков и полутонов, только черное и белое. Это закон толпы. И если кто-то не вписывается, не подходит ни под одно из общих описаний, травить. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь, у нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабываемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. «Самые шокирующие Редактор субтитров А.Семкин